В Пролетарском районе областного центра в преддверии паводка и весеннего потепления прошли общегородские учения. Тверские спасатели вместе с представителями районных администраций провели мониторинг частного сектора и составили план оперативного взаимодействия на случай, если потребуется быстро решить ту или иную проблему в период половодия. Частные дома на улице Светлой в Пролетарском районе ежегодно оказываются в зоне подтопления. Тренировка перед предстоящим паводком традиционно состоит из нескольких блоков. Сначала всех участников знакомят с порядком проведения практических занятий. Последовательность работы при обнаружении подтопления, то есть сигнал поступает на ЕДДС. ЕДДС сигнал передает оперативную группу управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения. Оперативная группа прибыла на место. Сначала проводится осмотр района подтопления. Вот такие вешки устанавливают, чтобы посмотреть, насколько поднялась вода. Следующий этап – подомовой обход. Специалисты эвакуационных комиссий должны посетить каждый дом, чтобы узнать, что необходимо жителям. Самое главное – это работа с населением. Чтобы нам четко понимать обстановку, для этого привлекаются также силы и средства, которые способны проводить разведку в местах подтопления. Вот конкретно данный участок у нас, к сожалению, подвержен именно паводку ежегодно. Но, тем не менее, вот такая вот погода, когда такие температурные качели ночью минус, днём плюс, позволяет как бы избежать такие серьёзные подтопления на данном участке. С помощью техники муниципального предприятия ЖЭК идёт прочистка дренажных канав. За зиму здесь скапливается много мусора. Затем вот такая каналопромывочная машина промывает трубы горячей водой. При необходимости можно использовать помпу, которая откачивает воду в затопленных участках. Администрация района, естественно, заключена, ежегодно заключает муниципальный контракт на проведение противопаводковых мероприятий, в рамках которых будут проводиться уже работы по прочистке канав, промывке водопропускных троп и откачке поводковых вод. Хотелось бы обратиться к жителям, потому что жители частного сектора порой складируют в водоотводных канавах строительные материалы, что препятствует проходу нормальному паводковых талых вод. Противопаводковые мероприятия проходят во всех районах города. Улицы, где с началом стабильного потепления высока вероятность подтопления, находятся на особом контроле. Специалисты районных администраций и спасатели проводят мониторинги территорий. Администрациями районов заключены контракты на проведение плановых работ по прочистке сетей ливневой канализации и дренажных канав, а также проверке запорной арматуры на системах водоотведения.